В эфире телеканала БТБ выпуск новостей в студии Светланы Шевченко. Президент Украины Петр Порошенко надеется, что военное противостояние на востоке Украины удастся остановить в начале сентября. Об этом он сказал на встрече с президентом Еврокомиссии Жозе Мануалем Борозу в субботу в Брюсселе. Петр Порошенко добавил, что чувствует полную поддержку ЕС в вопросе урегулирования ситуации на Донбассе и отметил, что после дискуссий с ОБСЕ и иностранными партнерами в его мирный план внесены некоторые изменения. Президент Украины надеется, что это поможет быстро остановить войну в Украине. В противном случае Петр Порошенко уверен, что ЕС еще больше усилит санкции против России. Отмечу, в МИД Беларуси сегодня сообщили, что на 1 сентября в Минске намечено заседание контактной группы по Украине. Я не сомневаюсь, что сегодня после наших дискуссий Европейский Совет даст инструкции Совету ЕС по подготовке к введению санкции. Вступит ли это решение в силу, зависит от того, какова будет дальнейшая реакция российской стороны. Окончательное решение о введении санкций в действие будет принято в начале сентября в случае, если Россия не предпримет шаги для реальной деэскалации. Цель санкций в том, чтобы не причинить вред одной или другой стороне. Санкции нужны для того, чтобы создать нужный фонд для переговоров. Президент Еврокомиссии Жузе Мануэль Борозо в свою очередь заявил, что Евросоюз поможет Украине восстановить Донбасс. Во время брифинга в Брюсселе политик также отметил, что Украина должна и далее внедрять демократические и экономические реформы, а Европа готова ввести новые санкции против России. Еврокомиссия уже подготовила предложения по возможным новым санкциям против России, и они будут приняты в случае дальнейшей эскалации ситуации на востоке Украины. Однако Европа не заинтересована в конфронтации с Россией, так же, как и Россия не должна быть заинтересована в конфронтации с ЕС. Санкции или ограничительные меры – это только пути, способы или инструменты, чтобы показать российскому руководству, что нынешняя ситуация неприемлема. От эскалации, которую продолжает вести Россия, страдает в основном украинский народ, однако последствия этого конфликта ощутит на себе и вся Европа. Также президент Еврокомиссии Жозе Мануэль Борозу отмечает позитивное влияние мер предпринятых Еврокомиссией для оказания поддержки экономике Украины. Одним из действенных механизмов помощи президент Еврокомиссии назвал введенные с 15 мая односторонние торговые меры, предусматривающие отмену 98% импортных пошлин на украинские товары в ЕС. Также он напомнил, что Еврокомиссия создала группу поддержки для обеспечения помощи украинскому правительству в проведении необходимых реформ. По его словам, Еврокомиссия готова оказать содействие в организации в конце этого года конференции доноров для Украины, которая должна включать в частности вопрос реконструкции разрушенной инфраструктуры восточных регионов страны. Президент Петр Порошенко выразил надежду, что Украина и новый состав Еврокомиссии продолжат конструктивное взаимодействие. Об этом он сказал на встрече с Жан-Клодом Юнкером в Брюсселе. Глава украинского государства отметил две приоритетных задачи в отношениях Украины и Еврокомиссии. Первая – общими усилиями остановить агрессию против нашей страны. Вторая – привлечение больше финансовой и технической помощи Украине, а также организации международной донорской конференции в конце этого года. Жан-Клод Юнкер заявил, что первый его визит за пределы Евросоюза в качестве президента Еврокомиссии будет в Киев. В рамках визита в Брюссель глава украинского государства также встретился с премьером Финляндии Александром Стубом. В разговоре с главой польского правительства Петр Порошенко выразил надежду, что Польша поддержит инициативу о начале программы ЕС для реконструкции Донбасса. Дональд Туск отметил, что Польша подготовила специальные стипендии для украинских студентов из Донбасса. А также Петр Порошенко встретился с премьер-министром Великобритании Дэвином Кэмероном. Политики обсудили вопрос дальнейшего сотрудничества в контексте ситуации на востоке Украины. Сам МИТЕС поручит Еврокомиссии подготовить дополнительные санкции против России. Об этом по прибытии в Брюссель заявил президент Франции. По словам Франсуа Ланда, ситуация в Украине ухудшилась и на данный момент угроза развязывания настоящей войны слишком велика. Терять время нельзя, утверждает французский президент. Европа должна действовать и принимать новое решение. Ну а тем временем Россия открыто и прямо воюет против Украины, а значит находится в состоянии войны со всей Европой. Об этом заявила президент Литвы Даля Грибаускать с журналистом перед началом заседания ЕС в Брюсселе. В связи с этим она выразила уверенность в том, что ЕС должен помочь Украине защитить себя, в том числе и необходимым военным оборудованием. Кроме того, президент Литвы выразила мнение в том, что ЕС следует ввести полное эмбарго на поставку вооружения и оборонных технологий в Россию. Российский гуманитарный конвой снова у границ Украины. В Ростовской области журналисты заметили около ста белых КАМАЗов, припаркованных неподалеку от границы. Разбит палаточный лагерь. Напомню, в понедельник глава МИД России Лавров анонсировал отправку второго конвоя с гуманитарной помощью жителям востока Украины. А первый без разрешения заехал в Украину неделю тому назад. Погранслужбы Украины и России проводят консультации по восстановлению контроля на границе. Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы Украины. По поручению президента Петра Порошенко, сегодня в пункте пропуска Нехотеевка Российской Федерации и ГОПКТовка Украины на уровне руководителей пограничных ведомств двух стран проходит встреча для решения вопроса восстановления контроля и недопущения в дальнейшем незаконного перемещения оружия, военно-техники и личного состава, говорится в сообщении. Напомню, в четверг Генштабы Украины и России провели переговоры, где обсуждали вопросы охраны границы, недопущения незаконного проникновения на территорию Украины, техники и военных, а также коснулись темы обмена военнослужащими. И продолжается выход бойцов сил АТО из окружения под Иловайском. Об этом информирует командир батальона Донбасс Семен Семенченко. Российские военные безуспешно пытаются склонить бойцов АТО сдаться в плен. Как сообщает комбат, раненым оказали медицинскую помощь. По дороге неизвестные пытались расстрелять колонну. Цель российских войск – уничтожение сил АТО в Иловайске, чтобы реализовать план по дестабилизации ситуации в Украине в целом. В этом убежден советник министра обороны Александр Данилюк. Боевики пытаются уничтожить всю группу украинских силовиков, которые находятся под Иловайском, чтобы потом разжечь акции в Киеве. Также есть попытки террористов захватить Генштаб и другие админздания. Минобороны сделает все возможное для того, чтобы вывести силы АТО из окружения Виловайске, отметил Александр Данилюк. Тем временем силы антитеррористической операции начали наступление в Луганской области. Проведены оперативные отработки нескольких населенных пунктов в Славяно-Сербском районе и селах Крымское и Сокольники. Об этом заявил спикер инфоцентра СНБУ Андрей Лысенко. По его словам, в течение суток силы АТО 21 раз вступали в огневой контакт с террористами. Также Лысенко добавил, что ситуация в Донецкой и Луганской областях осложняется из-за действий российских военных. Тем временем Россия продолжает перебрасывать на Донбасс военную технику и наемников. В качестве доказательства в СНБУ демонстрируют снятое прохожим в Ростовской области видео, на котором колонна тягачей перевозит танки и БТРы. Все это едет, чтобы заблудиться на территории Украины, отметил спикер инфоцентра СНБУ Андрей Лысенко. Основные въезды в Мариуполь усилены кинологами с собаками и специалистами пограничного контроля. Также созданы специальные подразделения для отражения танковых атак, сообщают в СНБУ. Украинские военные продолжают укреплять оборону города для защиты от возможного вторжения российских войск. И жители вместе с переселенцами из захваченных террористами городов помогают военным строить укрепления, чтобы не допустить штурма боевиками отдаленных районов города. И уже больше тысячи людей Мариуполя сформировали живую цепь на блокпосте со стороны выезда из города в направлении Новоазовска. Об этом сообщают очевидцы с места события в соцсетях. Так, польский журналист Павел Пенюнжик написал об этом в своем твиттере. Живая цепь в Мариуполе. Здесь до тысячи людей в кадр не помещается, пишет он. Нидерландский журналист Алав Кунс пишет, что среди тех, кто собрался, много женщин и детей. И люди продолжают пребывать, говорят очевидцы. Боевики в районе Новоазовска заменили новую военную технику на старую в связи с анонсированной работой ОБСЕ в этом районе. Террористы также свели количество техники к минимуму. В настоящее время в районе Новоазовска остался всего один танк. Военнослужащие из России агитируют жителей города поддержать террористические организации. Они предлагают денежное вознаграждение за любую информацию относительно мест дислокации подразделений украинских силовиков и членов их семей. И в Донецке в результате арт-обстрелов погибли двое людей, сообщают в Горсовете. В нескольких районах периодически слышны залпы и взрывы. Обстановка в городе остается напряженной. Тем не менее удалось восстановить энергоснабжение некоторых подстанций. Системы жизнеобеспечения города работают в штатном режиме. Ремонтные бригады продолжают ликвидировать повреждения на сетях газа и электроснабжения. Общественный транспорт ходит по графику выходного дня. Для борьбы со шпионами и диверсиями в армии при Министерстве обороны создадут специальную службу. Об этом на своей странице в Facebook написал министр обороны Валерий Гелетей. Для выявления и обезвреживания вражеской агентуры фактов невыполнения боевых приказов командиров и случаев дезертирства в моем непосредственном подчинении создается специальная служба Минобороны, говорится в сообщении. Также министр добавил, что служба будет несколько похожей на СМЕРШ и работать в первую очередь на передовой в органах военного правления. Результаты ее работы будут видны уже в ближайшее время, уверен Гелетей. Митинг солидарности с Украиной прошел перед посольством России в Кишиневе. Инициатором проведения акции против российской агрессии стала журналист Анжела Араме. Активисты держали в руках украинские флаги, пели украинские песни, а многие пришли на мероприятие с плакатами «Путин», «Ты лжец» и «Разбойник». Все семеро членов экипажа украинского самолета Ан-12, который разбился в Алжире, погибли. Об этом сообщают в МИД Украины. На месте катастрофы продолжаются поисковые работы. Напомню, сегодня утром потерпел катастрофу грузовой самолет Ан-12 компании «Украина Аэро Альянс» с украинским экипажем, перевозившей нефтяное оборудование по маршруту Таман-Рассет, Алжир, Малаба, экваториальная Гвинея. Уже 3 сентября в Украину поступит второй транш от МВФ. Его размер – полтора миллиарда долларов. Еще полмиллиарда Украина получит от Мирового банка. В Киев приедет специальная миссия фонда. Отечественные и американские эксперты совместно выстроят правильную структуру валютного рынка Украины, чтобы панические всплески роста доллара на незначительных объемах торгов не дестабилизировали всю финансовую систему, отметила председатель Национального банка Украины. Многие считают, что это все происходит потому, что Национальный банк вместе с МВФ договорился о гибкости курса. То, что происходит на рынке, на сегодняшний день безумная волатильность, не соответствует никакому понятию гибкости курса. Поэтому всем должно быть понятно, что гибкость курса – это только не фиксирование его на одном уровне, а движение его в зависимости от экономических причин, которые мы наблюдаем. На сегодняшний день существенных экономических причин, по которым курс у нас может двигаться в таком направлении, на минимальных объемах – это исключительно панические состояния. В честь Дня украинской авиации в аэропорту Борисполь самолет Ан-26 «Везунчик» совершил демонстрационный полет. Прозвище летательного аппарата объясняется его историей. 9 лет Ан-26 пролежал в заброшенном состоянии, а восстановлен был на собранные волонтерами деньги. Стоимость ремонта – 400 тысяч гривен. Теперь самолет отправится в зону АТО, где послужит для перевозки кадрового состава грузов и техники. Мы поставили на крыло самолет Ан-26, который более 9 лет стоял и находился в группе сберегания авиационной техники. Завтра, послезавтра этот борт пойдет на выполнение задач по перевозке грузов, перевозке боевой техники, личного состава. Баскетболисты национальной сборной Украины одержали первую в своей истории победу на чемпионатах мира. Украинцы успешно дебютировали на чемпионате мира в испанском Бильбао, обыграв команду Доминиканской Республики со счетом 72-62. И, кроме того, в Амстердаме на чемпионате мира по академической гребле украинская мужская парная четверка завоевала золото. В следующих выпусках еще больше информации. Оставайтесь с нами. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok